ребята всем привет с вами андрей в клаев сегодня у нас дошли руки наконец-то и мы готовим хачапури по-аджарски это обалденное грузинское блюдо и по-аджарски это которые лодочки потому что их вариации хачапури много мы сегодня готовим именно такие рецептов именно теста очень много ну вот нам понравился вот этот вариант который мы сейчас вам предложим смотрим ингредиенты смотрите ребята у нас мука вот это у нас сыр в идеале должно быть два вида сыра и меритинский и сулугуни но и меритинский у нас днем с огнем не найдешь поэтому мы взяли адыгейский половину потом значит два яйца теплое молоко мы нагрели его примерно до 35 градусов примерно что чтобы палец чувствовал что молоко теплое это у нас боржоми тоже комнатной температуры это у нас растопленное сливочное масло это размягченное сливочное масло это сухие дрожжи это соль это сахар вот и все приступаем выливаем молоко в миску сюда же отправляем боржоми и сюда уже отправляем значит сахар и дрожжи все это размешиваем и закрываем крышкой на 10 минут оставляем чтобы дрожжи немножко начали у нас чтобы активировались грубо говоря все закрываем 10 минут прошло открываем крышку дрожжи видите уже начали работать запашок стоит очень вкусный дрожжевой продолжаем добавляем сюда соль добавляем сюда масло растопленное одно яйцо и начинаем постепенно добавлять муку что-то и и и и и и и и так ребята все заместили мы тесто делаем шарик накрываем крышкой и на полчаса также оставляем на расстойку и в это время займемся начинкой ребята давайте сыр на трем для начала на крупной терке это сыр у нас готов сюда отправляем яйцо 1 и размягченное сливочное масло и все это аккуратненько смешиваем это все начинка у нас готова я все-таки решил руками смешивать удобнее рукой чем чем-то еще все оставляем ее и ждем как подойдет тесто осталось у нас 15 минут ребята полчаса у нас прошло смотрите тесто у нас подошло давайте сразу мукой подпылим будем выкладывать тесто запашок конечно теперь наша задача для то разделить его формируем шарики и они у нас должны тоже отдохнуть минут 10 сейчас накроем пленочкой ребята и на 10 минут ребята вот в таком виде оставляем на 10 минут как я уже сказал ребята 10 минут прошло открываем давайте и три из заготовок три из четырех переложим на поднос чтобы они нам не мешались что надо будет раскатывать тесто все убираем сторону опять подпуляем нашу поверхность начинаем раскатывать пузырики видите какие нам нужно сформировать овал как вы знаете качкури-паджарский это лодочка овальная ребята вот раскатали овал теперь будем накладывать начинку посмотрите мы начинку разделили на 4 части чтобы нам удобнее было по весу там по всему чтобы не заморачиваться ребята теперь заворачиваем хачапури наши типа формируем тип типа пирожка слепливаем нам нужно это все перевернуть хозяйство все вот теперь продолжаем формировать лодочку нашу ушки теперь смотрите делаем разрез теперь начинаем вот так собирать краям видите насколько боковых будет боковых этих бортиках сколько сыра будет ничего страшного что здесь как бы образуется пустое место мы еще у нас сыра вот сколько остались оставили мы то есть у нас сыра хватит все теперь сюда смотрите сюда остатки сыра распределяем сыр должно быть много поэтому ребята в таком виде вот наша лодочка готова отличная лодочка получилась теперь нам на противне убрать переложить здесь я немножко еще тоже поправляем и формируем дальше остальные три лодочки 2 из 4 хачапури у нас готовы две лодочки готовы теперь мы их ставим в духовку она у нас разогрета уже до 200 градусов минут на 15 может быть даже больше ну будете смотреть должны быть они уже с хорошей корочкой такой золотистый вот так что смотрите от духовки и смотрите за хачапури а мы увидимся через 15-20 минут ребята 20 минут у нас стояли хачапури смотрите уже такие хорошенькие но смотрите теперь нам нужно середине углубление сделать и туда вылить либо желток либо яйцо кто как хочет и ставим еще опять же в духовку на пять минут и увидимся с вами ребята все достали мы наше хачапури теперь осталось пока в один тоже место немножко освобождаем и туда кусочек сливочного масла можно по два кусочка с каждой стороны допустим теперь это хозяйство надо все размешать но вы же знаете 50 отламываем все готовое тесто на смотреть какая красота пламываем кусочек от хачапури надо вот это все перемешать и пробуем обалденно ребята ночью получилось вкуснотища неимоверное принцип вы поняли начинки должно быть больше чем тесто поэтому там ну смотрите сами сыра можете побольше взять вот и как подавать принципе все понятно да желток или яйцо масло кусочек все кусочком краешком хачапури перемешали и едим обалденно вкусно все ребята мы прекращаем трансляцию невозможно просто уже терпеть прощаемся с вами на неделю как обычно всем здоровья всем пока